Уже в 9 часов утра на улицах Вознесенского сельского поселения кипела работа. Сотрудники администрации, социальных учреждений, школьники и местные жители наводили порядок в парках и скверах. Белили деревья, благоустраивали прилегающие территории. Я уже побывал почти везде. Нормальная атмосфера, боевой настрой. Все вышли на Всекубанский субботник. Я думаю, что все будет нормально. Работники культуры взяли на себя ответственность во Всекубанский субботник принарядить центральные улицы станицы. Все стволы деревьев и столбы они покрасили известью. Наша станица будет самая красивая, самая чистая. Наши жители готовятся к празднику, к Пасхе. Поэтому мы приводим порядок в нашу территорию. Самые главные праздники у нас впереди. Это 1 мая и 9 мая. Когда мы будем поздравлять наших ветеранов и надеемся, когда наши ветераны придут на праздник, на нашу красивую площадь, будут довольны и рады, что у нас чисто и аккуратно. В этот день активность проявила 28-я школа. Ученики, вооружившись вениками и граблями, дружно принялись наводить порядок вокруг учебного учреждения. А в это время сильная половина сельской администрации взялась решить одну из наболевших проблем – стихийная свалка, которая появилась возле 27-й школы. Чтобы собрать весь хлам, пришлось подключить трактор с прицепом. Десяти только собирали мусор, но расчищали заброшенное место от зарослей кустарников. Участники субботника надеются, что у жителей проснется совесть, и они не будут выбрасывать мусор на чистую территорию. Ну и мы как бы ликвидируем сейчас на данный момент свалку, которую организовали жители, будем так говорить, нерадивые. И будем в дальнейшем проводить беседы, лекции. Ну а на данный момент свалку мы ликвидируем. К сожалению, это не единственная стихийная свалка в Азиньсинском поселении. В общесанитарный день было принято решение местным руководством основные силы бросить на ликвидацию захламленных территорий. У нас образовалась несанкционированная свалка, это по улице Щеглова перед мостом, вот на поселок Красный. Ну просим людей, ну не бросайте вы мост, ну заключайте договора. Есть возможность, значит, никто не отказывает, значит, заключайте договора и поведерный вывоз забудем. Нет, люди все-таки. Поэтому это вот первое, значит, да, мы вот работаем там над этой свалкой третий день сегодня. Мы ее закончили. Второе, значит, образовалась непосредственно свалка, это нас против школы 27-й, где сегодня я послал туда всех своих мужиков, то есть охранников и специалистов, где чтобы ликвидировать свалку. Вот примерно вот, ну и у нас работает коммунальное хозяйство, еще дополнительно, которое выделяет технику сегодня для вывоза мусора, значит, для сбора, вот тут тоже дистанционированные свалки. И вывозы на Лобинск. Порядка тысячи вознесенцев вышли на генеральную уборку поселения. Вместе наводили порядок в любимой станице, благоустраивали территорию, высаживали цветы и деревья. Одним словом, делали все возможное, чтобы парки, скверы, улицы принарядились к предстоящему православному празднику. Хотелось, чтобы ближайший праздник, а святой праздник, значит, Пасха, чтобы его встретили вот с радостью, а радость тогда, когда на территории поселения, на территории станиц Хуторов наведен порядок. С наступающим праздником всех, всех наших жителей, нашего района, нашей станицы, огромного нашего вознесенского поселения, с прекрасным праздником, с праздником Великой Пасхи. Активно вышли на субботники жители Владимирского поселения. Возле своих придомовых территорий они собирали сухие листья и мусор, белили деревья и бордюры. Наша сознательная квартальная проехала с утра и сказала навести всем за двором порядок, пообелить деревья и чтобы был порядок, красивый за двором. А если бы она не сказала, выпиваешь ли? Почему? Мы всегда к Пасхе наводим порядок, и за двором, и во дворе, и везде. А в центре Владимирской работники администрации взялись за наведение порядка на клумбах. Цветники привели в надлежащий вид, тяпками прошлись по сорнякам, затем приступили к высадке новых растений. Не остались без внимания мемориалы. На территории памятника оленя, но трудились сотрудники местного дома культуры. Как только потеплеет, прилегающая клумба запестрит яркими красками однолетних цветов. Главная наша задача в том, чтобы всегда была чистота, и молодежь смотрела, приучалась к порядку, смотрела, как надо это все делать. Настроение у нас отличное, весеннее. Так что вот работаем с удовольствием. Все-таки это наша память, мы должны ее сохранять, соблюдать в чистоте и порядке. Возле памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в этот день высадили аллею из сирени в честь 70-летия Победы. Но все же основные силы в этот день в Владимирском поселении были брошены на санитарное состояние дороги, которая проходит за станицей. Своё начало она берет от Лобинска и заканчивается возле соседней станицы Засовской. Самый большой объем работы у нас на этой трассе. Трасса очень длинная, протяженность большая. Также мы сегодня ликвидируем несанкционированные свалки, у нас люди работают. Задействованы 4 единицы техники, машины, трактор по наведению санитарного порядка. Ну и, конечно, самое основное – это трасса. Несколько десятков человек вышли перевести в соответствие лесополосу вдоль трассы. Мужчины выпиливали мелкую поросль, следом целая армия женщин белили стволы деревьев. Возглавила десант Ирина Тараськова. Глава поселения трудилась наравне со всеми. Месячник продолжается, работы будут проводиться и дальше по благоустройству. Так что работы еще, конечно, много и по поселению. Станица большая, у нас еще хутор привольный, наведение порядка на прилегающих придомовых территориях. Это у нас работа квартальных, сегодня они уже начали эту работу. Оповещают людей, ездят с рупорами, с мегафонами, чтобы люди выходили на субботники. Люди выходят. У нас улица Революционная сегодня очень активно занимается наведением санитарного порядка. Благоустройством территории занимались и в отдаленных поселениях района. В Ахметовском идеальный порядок навели в парке, а возле мемориала заложили Большую аллею, которую также посвятили Великой Победе 1945 года. В результате было высяжено 50 лип, которые в дальнейшем украсят станицу. Выбрали благородное дерево, липу, вы видите, участвовали буквально все коллективы с большим воодушевлением. Ну, каждый проникся, у каждого погиб, то ли дед, то ли прадед, то ли отец. Так что благородное красивое дерево будет символизировать радость души, победы. Несмотря на холодную погоду, к середине дня уже начал накрапывать дождь со снегом. Работы по наведению санитарного порядка в станице продолжались. Молодогвардейцы поселения провели экологическую акцию за населенным пунктом. Места, где часто жители и туристы организовывают пикники, захламились. Территорию леса решили убрать. Это место отдыха, где отдыхают приезжие, но оставляют мусор за собой, не выносят, бросают. Поэтому приходится нам выходить и убирать. В ходе проводимой акции было собрано 20 мешков мусора, стекла и жести. В этом году глава Ахметовского поселения завершил субботник развешиванием аншлагов, призывающих к соблюдению чистоты в местах общего пользования, в том числе и в лесопарковых зонах. Мы ежегодно, практически ежеквартально занимаемся уборкой вот этих красивых мест. Попытаемся, может быть, сработает вот эта небольшая реклама, вот этот поросеночек, он такой шуточный. Но, надеюсь, достучимся до каждого сердца. Мы рады, что едут к нам отдыхать. Поэтому приезжайте, несите добро, несите красоту, посадите дерево, как мы это делаем. Но не бросайте после себя мусор. Я обращаюсь к гостям, к жителям, ко всем. Давайте любить свою природу, сохранять её и приумножать. Но не вот этим мусором, не вот этими пакетами. Заместитель лавы района Василий Клюев побывал во многих поселениях района и оценил масштаб выполненных работ во время Всекубанского субботника. Первое – это ликвидация всех несанкционированных стихийных свалок, которые у нас образовались за время зимнего периода. Вторая задача – это приведение нашего зелёного фонда в надлежащий вид. Обрезка сухих деревьев, поросли, прочистка лесополос, а также, где позволяли сегодня погодные условия, это массовая побелка деревьев. Кроме этого, доведение до логического завершения работ в бюджетной сфере, а эту работу они начали раньше, это прилегающие территории школ, детских садов, лечебных учреждений. Там, где позволяет погода, как я уже сказал, это высадка весенних цветов. Вот основные задачи, которые были поставлены сегодня на день проведения субботника. Я думаю, что большинство участников субботника, в частности в сельских населённых пунктах, с этой задачей справляются. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алаба». Игорь И Курина, Игорь Исаков, телекомпания «Алаба». Игорь Исаков, телекомпания «Алаба».